Чем полезен печеный лук? При каких заболеваниях поможет печеный лук? Как правильно запечь лук? Какие противопоказания к использованию печеного лука? Смотрите видео до конца и узнаете, чем поможет печеный лук. Перед тем, как перейти к рассказу про печеный лук, хотим поблагодарить всех наших посетителей за ваши отзывы и комментарии. Если вы еще не подписаны на наш канал, то нажмите красную кнопку и наши выпуски будут доступны вам в любое время. Мы хотим, чтобы вы не болели и поэтому заботимся о том, чтобы вы узнали больше рецептов для сохранения здоровья. Смотрите канал и будьте здоровы! Лук является распространенным и полезным овощем, который придает особую пикантность многим блюдам и оказывает положительное воздействие на организм. Однако, не всем нравится запах и послевкусие, остающиеся после употребления свежего лука. Поэтому возможно использовать его в запеченном виде. Чем полезен печеный лук? После запекания лук теряет эфирное масло, поэтому перестает оставлять луковый запах. Основные же полезные свойства сохраняются. Это определяется высоким содержанием минералов и витаминов. Из витаминов сохраняется аскорбиновая кислота, оказывающая воздействие на метаболизм, повышающая иммунитет и нейтрализующая окисление. Также высока концентрация витаминов группы В, помогающая нервным клеткам и участвующим в энергетическом обеспечении. Витамин А улучшает состояние кожи и способствует сохранению зрения. Из микроэлементов важно отметить присутствие железа, необходимого для дыхания клеток, меди, способствующий кроветворению, кобальта, очищающего сосуды, калия, поддерживающего сердце и никеля, повышающего синтез инсулина. Также лук содержит йод, способный нормализовать работу щитовидной железы и марганец, участвующий в нейтрализации токсинов. Проанализировав состав, становится понятно, почему так широко используется в народной медицине печеный лук. Ведь он обладает следующими свойствами. Противовоспалительным, антибактериальным, ранозаживляющим, регенерирующим, омолаживающим, витаминизирующим, укрепляющим. Польза определяется возможностью применять печеный лук при целом ряде различных заболеваний. При каких заболеваниях поможет печеный лук? Кусочки печеного лука ускорят процесс выздоровления при наличии гнойных ран, фурункулов и панорициев. Надо только прикладывать их к больным местам. Также поможет печеный лук при развитии ячменя. Он ускорит процесс созревания и удаления гнойного содержимого. При различных гинекологических проблемах помогут луково-медовые тампоны, которые следует вводить во влагалище. Употребление запеченного лука повышает у мужчин уровень половых гормонов, способствует уменьшению отека простаты и нормализации мочеотделения. Во время беременности позволит увеличить количество полезных веществ, минералов и витаминов, необходимых для повышения сил у женщины и правильного развития плода. Употребление печеного лука положительно скажется на уровне сахара крови при сахарном диабете. При регулярном использовании повысится защитная сила организма, улучшится общее самочувствие, перестанет болеть сердце и нормализуется сон. Печеный лук в виде аппликаций поможет при геморрое и в качестве средства, используемого с медом и молоком, при кашле. Как правильно запечь лук? Запечь лук можно в духовке или на сковороде. Для запекания в духовке следует вымыть луковицы и разрезать их на половинки. А можно запекать и целиком, если они не очень большого размера. В духовке им следует находиться в течение 20-30 минут, пока не станут прозрачными луковые чешуйки. Можно использовать фольгу. Перед употреблением сбрызнуть оливковым маслом. При приготовлении на сковороде надо разрезать лук на 4 части, положить на дно и накрыть крышкой. Готовить на маленьком огне, чтобы не пригорал, периодически спрыскивать водой. Но даже правильно приготовленный запеченный лук не всегда может применяться. Какие противопоказания к использованию печеного лука? Не следует употреблять при пищевой непереносимости или наличии аллергии. Также противопоказан, если имеются симптомы острого панкреатита или обострения язвенной болезни желудка. При систематическом обильном употреблении возможно развитие некоторых неприятных симптомов. Возможно появление тошноты, слабости, колебаний артериального давления, сердцебиения, раздражительности и бессонницы. Данные симптомы быстро устраняются при прекращении употребления лука в пищу. Не стоит слишком увлекаться луковой диетой, впрочем, как и всеми остальными продуктами. Всего надо использовать в меру, только тогда любой продукт окажет положительный эффект.